Сегодня глава КОМИ Владимир Уйба дал старт ежегодному республиканскому молодежному конкурсу «Лучший призывник республики». Конкурс пройдет с 7 по 13 августа на базе детского лагеря «Чайка». 40 участников от 18 до 24 лет, которые стали лучшими призывниками в муниципальных этапах конкурса, теперь представят свой район уже на уровне республики. С будущими новобранцами встретилась Татьяна Супряткина. Эти будущие призывники – лучшие среди лучших. Все они показали отличную физподготовку во время отборочных соревнований на местах. На мой взгляд, я подготовился хорошо, справился с основными испытаниями. Возможно, у меня возникли трудности в теоретической области, где необходимо было проходить соответствующее тестирование, но физическая подготовка меня не подвела, поэтому я успешно справился и вышел на региональный уровень. В этом году количество участников увеличилось, так же, как и длительность конкурса. В течение семи дней юноши будут проходить тактическую подготовку, отрабатывать навыки в тире и лазертаге. Заниматься с юношами будут офицеры, ветераны боевых действий. Как отметил глава КОМИ Владимир Уйба, все, кто участвовал в конкурсах ранее, зарекомендовали себя с наилучшей стороны. Как, например, призер 2017 года, младший сержант, герой Республики КОМИ Анатолий Хлобыстов. В боях с неофашистами Анатолий Максимович показал себя грамотным командиром, верным товарищем, смелым и бесстрашным воином. Анатолий Максимович геройски погиб, защищая нашу Родину и нас с вами. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, ему первому в нашей республике посмертно присвоено высшее почетное звание Герой Республики КОМИ. Конкурсанты будут жить в палаточном лагере. Все по уставу, караулы, дневальная служба, настоящие армейские будни. Эти конкурсы, они обучают вас ратному делу, которое вам пригодится в жизни. Тем более сейчас, в наше нелегкое время, когда проводится специальная военная операция. Победителей конкурса ждут призы и грамоты. Но самое главное, все участники смогут выбрать место будущей службы на призывных пунктах. Многих из них ждут уже осенью. Татьяна Супряткина, Роман Боровиков, телеканал Юрган.